Сегодня стратегия государства в сфере социальной политики направлена не только на материальное обеспечение и поддержку семей с детьми, но и на серьезную профилактическую работу в молодежной среде, чтобы подростки не стали жертвами соблазнов и не встали на сомнительный путь. Для этого идет объединение усилий различных государственных структур. Речь идет о неординарном подходе к теме профилактики наркомании. Профессионалы уверены, что чем постоянно рассказывать о вреде наркотиков, лучше один раз показать, к чему наркотики приводят. Так решили педагоги Тверского химико-технологического колледжа и отправили своих воспитанников в следственный изолятор. Подробности в специальном репортаже Ирины Чекуновой. Уже на входе в СИЗО каждый подросток был тщательно досмотрен. Для ребят такое было впервые. Поняли, в этом учреждении все серьезно. Свобода осталась по ту сторону колючей проволоки. Никто у нас здесь строить не собирается, как вы там сами говорите. Цель вам показать, как там на гражданке и как здесь такие же сверстники, как вы, допустим, отбывают наказание. Еще не отбывают, а находятся под следствием, да, то есть в следственном изоляторе, которые приступили закон. Так начался визит студентов химико-технологического колледжа в Тверской следственный изолятор. Назвать то, что увидели ребята экскурсией, язык не поворачивается. Ребятам явно не по себе. Чем и как ограничена свобода для тех, кто приступил закон, они видят впервые. Что это за помещение? Это они про комнаты для встречи последственных с адвокатами-исследователями. Почему играет классическая музыка, а радио и телевизор здесь есть? О распорядке дня подследственных рассказывает сотрудник следственного изолятора. В 6 часов подъем, в 10 часов вечера отбой, предъявление следственных действий, прием пищи, соответственно, все по распорядке дня по часам. Между камерами это запрещено. Общаться между собой они также не могут, тоже за это запрещено. Но, кто пытается, соответственно, за это несет наказание, если дали свидание взыскания, либо удворение в карцер. Чуть позже ребятам покажут, что такое карцер. А пока им дали несколько минут, чтобы посмотреть на то, как обитают в неволе их сверстники. Но посмотреть можно только в глазок. Общение с несовершеннолетними без разрешения их родителей запрещено. Строгий порядок здесь во всем, даже на прогулке. Время на свежий воздух строго регламентировано. Сколько раз в день положено прогулку? Один раз в день. Один раз в день, не менее часа? Не менее часа. Никто не может ни перекрикиваться, ни переписываться, с друг другом не общаться. То есть не имеют права, но это определено законом. Только здесь человеку с воли становится понятно, почему эти стены называются изолятором. Каждый подозреваемый полностью изолируется от общества, родных, друзей, знакомых. Изолируется от каждодневных привычных занятий. А в этом помещении изоляция двойная. Карцер. По быту очень минимальное все. Все привечено. Ничто не мешает ему сидеть здесь и думать о своем поведении. Именно поведение определяет участь того, кто попадает в карцер. Неповиновение законным требованиям по соблюдению режима. В непривычном молчании ребята идут дальше. В отряд хозяйственного обслуживания. Отбывать срок в таком отряде может далеко не каждый. Люди, которые уже осуждены и приговор вступил в законную силу, у них небольшие сроки, они положительно характеризуются. Их оставляют при изоляторе для обеспечения хозяйственного обслуживания. Здесь в отряде шокирующе для многих встреча. Поговорить со студентами пришли осужденные. Суд приговорил меня к 8 годам лишения свободы колонии общего режима. Елизавету, молодую красивую женщину, осудили за сбыт наркотиков. По так называемой наркотической 228-й статье Уголовного кодекса в Тверском следственном изоляторе из 900 находится 300 человек. Одна треть. И не только взрослые, но и подростки. В тюрьме на самом деле очень тяжело. И я вам не советую здесь оказываться в таких местах, потому что я ограничена во многом, ограничена в общении со своими родственниками. Больше всего страдаете не вы, а ваши родители. Вы наказываете их тем, что вас нет рядом с вами, что вы не сможете встретить Новый год с ними, все дни рождения с ними. И это очень тяжело на самом деле. Так что не знакомьтесь с наркотиками. Саша, в каком возрасте вы впервые попробовали? 17 лет. В те самые 17 возрасте тех ребят, которые пришли в этот день в следственный изолятор. Если у вас молодой человек или ваша девушка каким-то образом, не дай бог, еще предлагает, тем более наркотик, или хотя бы вы будете знать о том, что она что-то с этим как-то связана, то прекратить общение однозначно. Будущего с этим человеком не будет. О том, какое будущее ждет тех, кто решил ближе познакомиться с наркотиками, ребята узнали не понаслышке. Признались, от увиденного страшно и тяжело. Побывав здесь, мы поняли, как это все сложно, какие ограничены здесь возможности, что люди вообще как могут так жить. Вообще очень удручающе. Ну а для студентов это, наверное, больше профилактика, правонарушение, потребление психотропно-активных веществ. Возможно, у них в головах что-то проснется, и они не будут совершать подобных ошибок. Один из студентов, выходя из СИЗО, угрюмо произнес, как в крестах. Поинтересовались, что были и там? Не, просто слышал. А по большому счету, какая разница, кресты это или следственный изолятор города Твери? И там, и там колючая проволока неволи. За всего один шаг в сторону от закона.